Привет друзья! С вами Соляныч, а это расширение поместья. Так скажем второй уровень. Я конечно думал, что главное здание нам будут открывать три года. Но не тут-то было, разрабы решили сразу всё открыть. Оно и правильно, ведь мы сами нашу дачу будем качать три года на фул. Для прокачки нам добавили хранилище рыбака. Здесь мы сможем хранить рыбацкие ресурсы. Также открыли нам так называемую кухню. Не знаю почему её разрабы называют кухней. Типа намёк, что нам сюда нужно поставить все станки, которые связаны с едой. Я поначалу подумал, что тут будет новая печь специально для новой еды. Но скорее всего новая еда будет готовиться в кулинарном котле. Я понимаю, что для нас мясо в медовом соусе и медовуха тоже новая хрень, к этому вернёмся чуть позже. Но комьюнити-менеджер по ошибке слил нам ещё немного новой еды, которая будет в следующем обновлении. А так как её уже показали все, кому не лень, то и я показываю. А солянки до сих пор нет. Да ну, куда там. Разрабы обломятся, если в честь ютубера что-то сделают в игре. Да и кто такой солянка? Хуй с бугра какой-то. Снимает игру всего лишь три года. Тем более солянка, как нельзя кстати, подходит под тематику Скандинавии. У них по-любому был такой суп. Уж лучше, чем овсянка и всякие пироги. К тому же у нас в игре куча разного мяса. А основа солянки – это как раз таки мясо. Ну, в общем, как видите на картинке, моя ферма потихоньку переезжает в Фростборн. Скорее всего, и новые ягоды будут. Будем клубнику выращивать. Ну и я надеюсь, нам для всего этого действия расширят участок. Или дадут выращивать что-то на старых грядках, кроме морковки. Потому что выращивать что-то одно на выбор – такое себе решение. Если уже упариваться в огород, так по полной программе. Потом откроют нам базар. Будем туда на телеге возить это всё и продавать. Здесь я такой бегу к главному зданию. Это было вчера. Как видите, стол рыбака целый, и вчера в него можно было заглянуть без постройки. А сегодня после обновления на ОБТ. Дела с ним обстоят вот так. А вы что думали, как говорится, хотите удобства платите? Вместо того, чтобы бегать в рыбацкий стан, на базе нажимаем кнопочку, и вы уже возле стола рыбака. Но сначала его нужно вкачать. Согласен, это удобно. Наловил рыбку в поместье, и тут сразу тебе стол рыбака. Разделал скрафтил. Ну и осталось вам показать основную цель для прокачки, и можно приступать к делу. Главный зал. То, что вы увидите в итоге, у большинства вызовет боль. Ну а что поделать, не мы такие, игра такая. Теперь давайте прокачаем всё по очереди. Параллельно делаю скриншоты, чтобы заносить всю эту информацию в таблицы для вашего удобства. Когда будете качать, сами можете подсматривать в таблице на нашем сервере. Прошлый раз в обзоре поместья, за счёт четырёх гробов и четырёх храмов, хранилищ, полностью прокачанных, мы смогли освободить на нашей базе 12 гробов. В этом обновлении нам завезли ещё одно хранилище и три гроба. В сумме мы уже можем освободить на базе 17 гробов с ресурсами. Если вы помните, в прошлом обзоре на поместье я вам показывал лайфхак, как экономить кирки, не добивая их до конца, и уже убитые закидывать везде, где они требуются для открытия. Там я бегал на базу, брал по одной кирке, возвращался в поместье и рубил завалы. На тот момент у меня не была налита сумка, и вчера, качая всё это, я думал, что и сейчас покажу вам удобный лайфхак. Ну, собственно, вчера я так и расчистил здесь всё, а сегодня утром я решил внимательно прочесть патч-ноут, что там ещё разрабы нам добавили. И оказалось, что вчера я как дурак бегал к сумке, чтобы менять кирку на целую. Кто не понял, то раньше, если у тебя в инвентаре две кирки, вторая не будет использоваться при рубке, пока первая не умрёт, таким образом ты кирку убивал полностью. Вот что пишут разработчики. Давайте наглядно я вам покажу новую механику. Итак, я показываю оба топора с целой прочностью. Рублю дерево через кнопку взаимодействия. А теперь рублю дерево, нажимая на топор в быстром слоте. Как видите, прочка топора на кнопке взаимодействия дёргается, ведь туда подгружается топор с наименьшей прочностью, который у тебя есть в инвентаре, когда ты ударяешь топором конкретно из пяти быстрых слотов. Причём неважно, где он расположен в самом инвентаре, но вот если топор поставить в два слота быстрого доступа, тогда ты будешь использовать уже его при рубке по кнопке взаимодействия. Если простыми словами, не иби головы с каким-то там ящиками-сундуками, берёшь пять кирок в пять быстрых слотов и просто жмешь по ним, а не по кнопке взаимодействия, только смотри, не промахнись на последних ударах. Естественно, я, как и прошлый раз, так и сейчас буду считать кирки именно с таким лайфхаком, где мы убитые кирки закидываем в прокачку поместья. Мы же с вами экономные, не то что за бугры, которые посчитали прокачку поместья с целыми кирками. За исключением трёх целых кирок у меня, здесь по-другому никак, всё до главного зала у меня уже расчищено. Тем не менее, взаимодействие с сумкой в поместье имеет место быть, ведь на основе ты не сразу вкачаешь ящики, чтобы хоть как-то проще тебе было тасовать лут в самом поместье, лишний раз не бегая на базу за куском чего-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будьте внимательны, левая и правая постройка главного здания отличается по ресурсам в отличие от другой левой и правой пристройки на улице. В общем, как и говорил таблицы, у нас на сервере вам в помощь. В итоге тебе потребуется ещё 29 кирок, чтобы расчистить и прокачать всё то, что я тебе только что показал. Это не считая 34 кирки для остальных участков поместья. В сумме с нуля. Тебе нужно будет 64 кирки на всё поместье. Субтитры сделал DimaTorzok Так как я вкачал пол на первый день обновления, на второй, как вы уже знаете, по столу рыбака, вышло обновление на ОБТ, но железный пол у меня так и остался. Это ошибка, здесь должен быть пол из метеора. Ну и что вы думаете? Чтобы показать вам всё по станкам, мне пришлось, как и в прошлом обновлении с поместьем, во второй раз с нуля прокачать его. А поверьте мне, это отнимает херову тучу времени, даже когда у тебя есть все ресурсы на руках. В общем, я после сброса поместья вкачал его снова. Всё из-за ошибки разраба, который ошибся полом на тир ниже. По этой причине и по другим этот ролик выходит так поздно. Основываясь на старой информации с железным полом, я сказал, что новая еда, которая будет в следующем обновлении, скорее всего будет изготовляться в кулинарном котле, что нелогично. Ну ладно, каша с ягодами ещё пойдёт, а запеченную тыкву, мясной и рыбный пирог кто готовит в котле. И тут я вспомнил, что у нас же ещё есть печь, которая как раз таки ставится только на пол из метеорита, на улучшенный железный пол. И сейчас эта печь недоступна для установки в поместье, это будет в следующих обновлениях, и именно в этой печи мы будем готовить эти новые расходники. Добиваем ящики, и собственно всё, поместье прокачано на фулл, за исключением станков, давайте прокачаем станки и посмотрим их крафты. Ах да, пока не забыл, качая поместье с нуля, я обнаружил вот что. Вы не сможете вкачать склад для рыбки и стол рыбака, пока не вкачаете так называемую кухню, вот эту пристройку. Смотря обзоры других ребят, которые тоже поспешили, вы видели, что можно установить основные северные станки, верстак кузнеца и магический верстак. Но на тот момент они не могли поставить допники для них, которые открывают все крафты. Как вы уже догадались, когда поместье по обновлениям будет достигнуто финальной стадии, на базе у нас не останется ни одного станка. По обзорам других ребят, вы уже видели, что у нас есть защитные големы, знаете, что есть мимики и сторожевые башни. Скорее всего разработчики и дальше будут уходить в оборону нашей базы, а значит все станки нужно унести в поместье, ибо без него на базе банально не будет места. В конечном итоге, у нас на базе останутся только рабочие, все станки будут стоять здесь. Форма для литья и реторта – допники к северным станкам. Которые большинство из вас по понятным причинам не крафтили, собственно, даже ни разу не видели в глаза, как они выглядят установленными на базе. Показываю вам. Но я думаю, что нам придется крафтить эти допники, потому что в следующих обновлениях скорее всего что-то еще будет в северных станках, что будет требовать у нас наличия реторты и формы для литья. Субтитры создавал DimaTorzok А вот это интересно! Чтобы вкачать магический верстак на второй и третий уровень, нам нужно его установить на пол из метеора. Ставим его туда, реторту и формы для литья. Не забываем про печь, которая там будет стоять в следующих обновлениях. И если еще верстак кузнеца в будущих обновах потребует пол из метеора, то таким образом у нас остается не так уж и много места. Для, возможно, новых станков, которым нужен будет этот пол. Уж точно не габаритных станков. Новые основные ресурсы для поместья, такие как медные детали, деревянная рама, создаются на столе инженера, а мутное стекло и черепица создаются в улучшенной плавильне. Эти ресурсы доступны на втором уровне станков, так что не переживайте, эти уровни станков вы можете прокачать на вашей базе. Эти все ресурсы также добавились в магазин, набор для расширения поместья. Дорогое удовольствие, но каждый день вы можете со скидкой купить по одному набору. Ах да, еще основной ресурс для расширения поместья, балка из древнего дерева, изготавливается на столе плотника. Как видишь, я не показываю некоторую прокачку станков с нуля, потому что они были вкачаны в прошлом обновлении поместья, чтобы потом не сбиться в подсчетах общего количества ресурсов, которые нужны на все поместье, а просто приплюсовать их в новой таблице. Если ты не смотрел прошлый обзор на поместье, настоятельно рекомендую сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok Я сначала не понял, как работают эти наборы. Думал, они повышают прочность самого оружия и брони. И в статах это будет видно. Но оказалось, все проще. Они просто понижают трату оружия, когда мы что-то бьем им. И брони, когда бьют нас. Короче, по аналогии с хранителями порталов, где расходка экипировки значительно меньше, чем обычно. А самое прикольное, что я использовал повтор на эти штуки, и мне добавили еще минус 25%. Ну че уж там, давайте еще раз попробуем. Короче, каждое использование добавляет в два раза меньше прочности от предыдущего. Ломами можно демонтировать стены и полы. Эта фича хорошо подойдет тем, кто хочет перестроить базу, не тратя при этом снова тонну ресурсов, разве что на ломики, но они приемлемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, медовуха стакается с овсянкой. Не знаю, бак ли это или так и должно быть, но сопротивление урону получается жирным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, следующие обновления уже наконец-то будут связаны с клановым лагерем, построят нам медовый зал. А возможно, даже будут новые активности между игроками кланов. Что думаете, ребята? Напишите в комментариях. Ну вот и всё, друзья. Наше поместье во второй раз прокачано на полную катушку. Я вроде бы показал вам всё по расширению поместья. Пока вы смотрите, как оно может выглядеть примерно у вас, я сейчас займусь подсчётами, и мы увидим количество ресурсов, которые необходимо потратить, чтобы отгрохать такую дачу. А также хочу выразить вам слова благодарности за вашу постоянную поддержку, как моральную, так и материальную, если бы не она. Я бы, наверное, уже давно не занимался этим. Только вы, друзья, держите меня в этой игре. Огромное спасибо вам за добрые слова. В особенности выражаю огромную благодарность Ольге за последние донатики в сумме почти 15 тысяч рублей. Ну и собственно, в итоге на расширение поместья вам потребуется вот столько ресурсов. Считать точно, сколько в золоте, как я делал прошлый раз, я не хочу, и не имеет это смысла. За всё поместье в золоте вы отдадите больше 100 тысяч, какой дурак будет столько вливать на него именно через донат, я не знаю. Купить малую часть или по скидке, ещё куда не шло, но фул поместье за донат, покажите мне этого человека. И примерно вот столько вам потребуется, чтобы с нуля прокачать вашу дачу. Напишите в комментариях, как вам цифры, справитесь ли вы с этой задачей, будете ли вы качать полностью поместье или до определённого участка. Друзья, не забываем присоединяться к нашему дискорд-серверу по ссылке в описании, там больше разной полезной информации по игре, торговля, поиск семьи и клана, и многое другое. А на этом у меня всё. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!